Всем привет! С вами Алис, канал Бериллаб. Сегодня о луканах и землетрясениях. Начинаем обзор с солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы. Мы видели, что вспышка направлена в южную сторону, в районе между 6 и 8 часами. Центр находится по 7 часам. Выделение плазмы произошло, а так, в основном, все более-менее тихо и спокойно. Давайте последний кадр увидим. Интересно, что на последнем кадре не только вот в этой сторону плазмы, но еще и в районе 4 часов. Вот видите, вот эти скопления. То, что не было видно. И вот здесь, судя по всему, протобиранец тоже кусками отваливается. Смотрите, вот здесь вот есть у нас такое скопление плазмы. То, что процессы происходят. Кстати, яркость упала здесь. Говорит о том, что там какие-то процессы разрушения произошли. А давайте глянем на приборы. По приборам у нас максимально за сутки М427. Вот. Было относительно спокойно вчера. Были только вспышки уровня С. И вот ночью сегодня такую вот фигуру довольно-таки внушительную, значительно нарисовали. Вероятности довольно-таки большие. С-класс 99%, М-класс 60% и Х-класс 25%. Активные зоны у нас 75-я, 76-я. Ну, что самое интересное, что М4-2 вызвала зона, которой прочерк. Что-то там такое интересно, значит, подкрадывается на нашем светиле. Давайте посмотрим. Ну вот, видно, 75-я зона уже от нас отворачивается. Она такая довольно-таки активная. Мощная была 76-я. Сейчас развивается, как мы вчера обсуждали. Видно, как она увеличивается и в размерах, и, в общем-то, все параметры ее растут. Так что вот, что-то такое. Прям очень-очень интересно готовится. Ну и общее количество, обратите внимание, общее количество зон резко увеличилось. Да, тут добавились. Вот и 78-я зона появилась. Ну и так общая плотность тоже подрастает, объезжая и северное полушарие. Ну, вот вопрос, где же эта зона с прочерком? Ну, давайте попробуем поискать. Так, что-то... А, я сейчас не ушел. Давайте попробуем поискать. Ну, сначала посмотрим статистику. У нас 75 пятен в 12 активных зонах. Видно, что резко выросло. Ну, вот 75-я бордового цвета. И 76-я, смотрите, тоже стало, во-первых, бордового цвета. Вчера была оранжевая. Во-вторых, 40-я одно пятно уже. Уже такое количество выросло. Серьезное, да. И видно прямо сейчас вот здесь вот такие вспышечные. Сразу три зоны. Видно раз, два, три. Видите, три мелких таких вспышечки прямо сейчас развиваются. И здесь все такое вот в плазме. Такие какие-то арки множественные. Видно, что процессы происходят вовсю в этой зоне. Ну и, кстати, вот здесь может быть примерно 9-10 часами там какая-то новая зона к нам подвернется. Давайте посмотрим теперь на дыры. А дыр нет. У нас дыр нет на нашем светиле. Но здесь зато отлично видны вот эти мега-арки, которые сейчас происходят. Раздан81 пишет. Спасибо, Алекс, за обзор. Мари Мали пишет. Тоже спасибо. Благодарю вас. Виктопия пишет. Мы здесь все Алексу про свои болезни рассказываем. Нас всех примагничивает потихоньку. Всем здоровья и мирного неба над головой. Да, пожалуйста, делитесь, что у вас наболело в жизни. Все обсудим. Как говорится, я понимаю, что советы они очень часто не нужны, но можем и этим снабдить. Ира Тер пишет. Спасибо за информацию. Стараюсь смотреть ваш канал, чтобы быть в курсе событий. Очень хочется, чтобы все эти процессы на планете затихали и установился баланс. В сейсмически опасных зонах люди пребывают в состоянии ожидания. Это очень плохо. Мы должны жить в безопасном мире, чтобы все люди жили и радовались каждому днем. Вы знаете, что хочется сказать на этот комментарий. Посмотрите внимание, где обратите внимание, где живут долгожители. И к вашему большому удивлению, здоровые пенсионеры больше всего проживают на островах Рюкю в Японии, которые представлены вулканическими островами, которые могут взорваться в любой момент, вообще в любой момент вылететь в воздух. А их это вообще не волнует. Их это никак не волнует. Понимаете, они живут, радуются жизни и живут сто с лишним лет. И это не какие-то там подделки, это реально там, ну, то есть, это реально там этим ученые занимаются, пытаются найти особенности какие-то. Диеты у них и диета не особо здоровая, да, там, ну да, есть морепродукты, но они также и свининку кушают, и также иногда и неумеренно, там, и также иногда что-то там злоупотребляют чем-то, и при этом долго живут. Понимаете, самое главное это отношение, это то, что как у вас внутри воспринимается мир, а не то, что какие факты у вас наружу, да, то есть вы живете в сейсмически опасных зонах, и вы каждую минуту думаете, ой, сейчас рванет, ой, что уже делать туда-сюда. Естественно, что это разрушает вашу психику. Вот как-то так. Задумайтесь над этим. Так, ну, ладненько. Так, вот, Android Sun пишет, пока что гравитация массы Солнца удерживает звезду от расширения и взрыва. Вы знаете, вот эти все процессы, мне кажется, они очень плохо изучены, на самом деле, астрофизиками. И астрономами, то, что мы знаем, и кажется, там, как говорится, кот наплакал, и то непонятно, противоречиво, и иногда как-то даже курьезно возникает по этому поводу. Но что есть, то есть, поэтому непонятно, будет ли расширение нашей звезды, будет ли взрыв, или это просто периодически происходят такие вещи. Знаете, как вот, ну, там, рак сбрасывает панцирь, там, или краб, да, там, ну, и наше светило тоже может что-то сбрасывать, какую-то оболочку, которая вот и есть, как взрыв, но сверхновый считается. На самом деле, это просто какие-то новые возможности для развития, какой-то этап звезды, и такое же тоже возможно. UserXZ8 пишет, в США смотри видео, как трясло. Ну, посмотрели, потрясло, хорошо, да, об этом написали в Телеграме, еще на выходных. Ну, спасибо за ваш комментарий. Так, Алексей Покровский пишет, Алекс, спасибо, как всегда, классный выпуск, как я уже не раз заострял ваше внимание на 8-часовой зоне, на солнце, что она выдает очень опасные, красивые пируэты. Судя по свежему снимку, можно сказать, там идет вскипание какое-то, или даже вспучивание плазмы. Что-то нереальное, если рядом с этим агломератом получится дыра. Я нам не завидую. Видно, мощные процессы там идут. Мне кажется, что здесь даже без дыры вот эти вот процессы, которые происходят, они довольно-таки мощные и интересные. Спасибо. Давайте теперь посмотрим, что у нас. С геомагнитной обстановкой все хорошо. Ну, доходило до 3,3 и сейчас опять опустилось до 2,2. Все прекрасно. Прогноз тоже идеальный по геомагнитной обстановке. По вулканам у нас извергается 45 вулканов при норме 40. Не изменилась ситуация со вчерашнего вечера. Вчера вот наибека было извержение на высоту 2 км над уровнем моря, и шлейф распространился в юго-западном направлении на расстоянии где-то 5 км. Такая типичная классическая активность для этого вулкана. Кроме того, Ибу в Холмахере там извергался на высоту 2 100 км. В Марапе тоже происходило вчера извержение. Поступали фотографии об этом. В Семеру, восточные Яве, там происходит подъем магмы. Ну и, соответственно, выброс пепла на 4,6 км над уровнем моря. По Бакатипетель в Центральной Мексике выброс на 6100 км над уровнем моря. В Фойгову и Тамале на 4300 км. Невада Даль Руис в Колумбии здесь вот все посерьезнее. Уже 7 км над уровнем моря. И Сабанкая в Перу здесь выброс на 7300 км над уровнем моря. То есть побеждает сегодня Сабанкая. Ну, а мы идем дальше. Давайте посмотрим теперь, что у нас по сейсмической... За последние 7 дней произошло 46 крупных землетрясений. Магнитода 4,8 и выше. Видно, что ниже норма 50. За последние сутки давайте рассмотрим. Здесь оранжевого цвета. Вот у нас рядом с Ванисуэлла 4,9 на глубине 85 км. Произошло у южной части Тихого океана. У Чили здесь 4,8 на глубине 10 км. 5,0 у нас в Индонезии на глубине 81 км. Ну, это Папова фактически. Остров 4,9 в Индонезии на глубине 10 км. Вот вулканические острова Японии. 5,1 на глубине 185 км. И, смотрите, реки Нес очень далеко активно было 4,8 на глубине 10 км. И пятерочка тоже на глубине 10 км. Размещал об этом, да, что тоже в Телеграме. Что есть опасность следующего этапа извержения. И, судя по всему, вот это вот с Исландией как качели какие-то работает. Ну, можно прогностический признак, как прогностический признак использовать. Так, что у нас по статистике. 6 пятерочек произошло. 36 четверок, 10 троек, 218 двоек. Всего магнитуды 2 плюс было 360 землетрясений. По атомным бомбам это соответствует 0,5 атомных бомб уровень энергии. И общая сейсмическая активность признана на планете как умеренная за последние сутки. Ну, теперь давайте перейдем к разборам частности. Начнем с Аляски. Здесь малая активность на Алиутах. Коррекционно вдоль залива поднимается Динали. Ну, есть, ну, дорожка к Канаде идет, но есть и совсем другие факторы. Смотрите, вот 3,3 в юго-западной Аляске произошло на глубине 14 километров. Здесь редко бывает. В сторону Берингового залива двоечка произошла. И на крайнем севере 2,6 на глубине 98,8 километров. Вот такое глубокое землетрясение состоялось там. Давайте посмотрим Гавайи. Ну, проекция Килавы обычное дело, как говорится. Так, напротив Урегона здесь в океане 3,1 на глубине 9,7 километров. У Сиэтла мелкое землетрясение Айдаха двоечка на глубине 4,3 километра. Что-то взорвали в Монтане на высоте 2 километра периодически. Они это делают. Там взрывы-то бывают. Ну, вот что-то 3до как-то перестал взрывать. Давно не взрывал в Канаде. Так, здесь вдоль побережья Калифорнии у нас есть активность. Но в Южной Калифорнии очень плотно на границе с Невадой. Западный Техас классический. Ну и в центре Оклахомы тоже продолжается активность. Давайте рассмотрим Пуэрто-Рико. Здесь прямо по острову, да, здесь двоечки. Ну, в принципе, в классическом таком состоянии. И 4,9 у Венесуэлы на глубине 85 километров. Вот такие вот у нас новости по американской геослужбе. Теперь давайте посмотрим. А, вот такой комментарий интересный. User HY1 пишет, в Йеллоустоне вообще нет никакой активности. Не кажется это странно. Ну, почему? Там, по-моему, на прошлой неделе была какая-то активность. Ну, периодически происходит. Это нормально. Так, давайте теперь посмотрим. Вот, в Исландии на юге необычно. Здесь 3,6 на глубине 1 километр. Рикенессу здесь 5,4-11 километра. Вот, а немножко больше накрутила Европа. Затем Канара здесь немножко. В Испании, Франции. Западная Германия здесь в районе Айфеля 2,3 на глубине 5 километров. Западная Польша 2,7 на глубине 2 километра. В Румынии 4,0 на глубине 16 километров. И 2,9-9 километров. Вот в Румынии не совсем типичные процессы происходят. Да, обычно здесь в зоне вы раньше. А теперь, смотрите, везде вот выходит вот сюда на равнины активность. Что-то там какие-то процессы наблюдаются. Не знаю. Движение магма, по крайней мере, точно. 3,7 на глубине 10 километров. К западу от Греции. 3,6 на глубине 14 километров. У нас север Турции. 3,66 километров. Здесь 3,06 километров. 3,27 километров. 3,0 на глубине 16 километров. Северо-западный Иран. На юге Ирана тоже у нас 3,1 на глубине 10 километров. Северная Индия 3,3. 10 километров глубина. И в центре Тибета мы видим 3,6 на глубине 10 километров. Потому что так-то остальная часть Азии как-то помалкивает. Ну, давайте посмотрим. Особо Камчатка, Курила, Молчат, Сахалин. Давайте Японию рассмотрим. Что здесь. 4,4 на 90 километров. У Кокайдо на западе японского ворота 4,0 на 10 километров. На востоке 4,4 на 25. На юго-западе 4,0 на 35 километров. Вот эти острова Ирикюю, про которые я говорил, где долгожители у нас проживают. И там в любой момент может произойти катастрофа. 5,1 на глубине 185 километров. Это вулканические острова ближе к Марианским. 3,1 на глубине 1 километр. Вот, кстати, пропустил. Елена Уралова пишет. Осветите сейсмическое состояние на Балканах, пожалуйста. Так освещаем в каждой выпуске. Затишье здесь происходит. В этом-то и у меня и подозрения большие, что здесь что-то готовится. Смотрите, Румыния здесь как-то себя ведет. Болгария периодически. Греция, стороны Австрии здесь проблемы происходят. А сами Балканы в большей части молчат. И вот мне не особо нравится эта ситуация. Так. Северная Филиппина 4,6 на глубине 10 километров. 3,1 на глубине 1 километр. 3,8 на 18 километров. 4,3 на 86 километров. Так. На запад от Суматры 3,5 на 10 километров. 3,9 на 16 километров. 3,3 на 30 километров. 4,4 на 480. 2,8 на 25. 2,7 на 12. Это по островам Идонезии. Но вот у Соловейса выросла активность. Здесь 4,9 на 10 километров. 3,5 на 10. 3,5 на 146. 4,7 на 80 километров. Маловыску море. 4,3 на 86. 3,8 на 18. У Амбона здесь 3,5 на 128 километров. И 3,5 на 10 километров. 3,1 на 10 километров здесь. И 5,0 на 80 километров. Так. К югу от Мельбурна 3,3 на глубине 2 километра. Произошло. И мы видим здесь 4,5 на глубине 302 километра. Это недалеко от... Между Фиджи и Само находится. Ну а так вообще этот регион какой-то тоже предикший. Между Папуа и Фиджи. Ну да, вчера была здесь Калейдония. Но как-то мало землетрясений. Согласитесь. Потенциал гораздо выше. 4,1 на 205 километре. Ну сейчас вообще на планете мало землетрясений. 3,4 на 254 километра. Северный остров 3,1 на 36 километров. 3,3 на 20. И южный остров 3,8 на 120 километров глубины. Так. Ну Мельбурн мы рассмотрели. Так. В Австралии больше ничего нет. В Антарктиде тоже. В Африке нет. В Канаде все спокойно. Давайте глянем теперь Латинскую Америку. Здесь на северо-западе Мексики. 3,4 на 3,1 на глубине 4 километра. В Калифорнийском заливе. 4,2 на 3,9 на 4,3 на глубине 10-14 километров. 3,9 на 4 километра. В Северной Мексике. Давно здесь не было. У Калемы активно здесь троечки неглубокие. У Калзалива за 4,1 на 29 километров. 3,9 на 53. 3,8 на 13. На Материке 3,6 на 115. 3,6 на 134. И вот здесь у Акапульки 3,6 на 48 километров. У Сальвадора 4,4 на 36. 3,7 на 29. Никарагуа 3,6 на 20. 2,7 на 35. Коста-Рико 3,6 на 30. 3,6 на 30. 3,6 на 74. И 3,9 на 5 километров. Плюс еще в Панаме. Вот здесь тоже мелкая активность. Так, давайте рассмотрим вот это интересно. Здесь у Триннадо и Венесуэлы. Здесь много грязевых вулканов в этой зоне. Да, то есть и мы видим, что да, вот здесь на шельфе происходит 4,9 на 8,4 километра. Здесь много грязевых вулканов, а вот здесь вот настоящие вулканы, которые разрываются. Ну, кстати, Канары давно уже какую-то низкую активность показывает. Вот посмотрим, почему эта затишка приедет. 4,0 на 150 километров в Перу. В Центральном Перу 4,0 на 35. На побережье 4,2 на 50. В Лиме 3,6 на 38. На юге 3,9 на 9 километров. Так, давайте посмотрим Северная Чили. Ну, традиционно здесь наградится Аргентина. 4,1 на 170 километров. Троечки за 200 километров. Ну, есть тут и необычная здесь. 3,9 на глубине 10 километров. У Сан-Мигельда Тукуман. 3,0 на 10 километров. Здесь все тоже происходит. У Сан-Хуан еще 3,0 на 151 километра. И южнее 3,0 на глубине 13 километров. В Тихом океане 4,8 на глубине 10 километров. Так, ну вот мы все практически рассмотрели. Вот. Так. Дальше давайте посмотрим на европейскую базу данных. Просто пробежимся. Исландия. Здесь с Рики Несом. Как качели раскачиваются. Румыния. Большой вопрос возникает. Да, вся красная. Турция, Греция. Активность появилась в Иране. Ну, здесь в Северной Индии. В Тибете. Около Японии со всех сторон. Активность. Ну, и Филиппины. Так. Надо перегружаться. Давай теперь посмотрим в Экатериальной зоне. Ну, здесь по островам у нас классический. У Колосуловесия активность большая. Есть активность Папуа. Здесь сверхглубокая. В море Флорес. У Мельбурна активность. В Новой Зеландии. Мы видим активность классическую. Ну, и вот здесь в районе Само. Так. И давайте еще пробежимся по Америке. Так. Запомнить основные моменты. Так. В Америке там на юге Аляске. В основном на западе США. Техаса, Оклахома. В Калифорнийском заливе повышенная активность. В настоящий момент Южная Мексика тоже. В Латинской Америке по побережью Тихого океана есть. Вот у побережья Венесуэлы активность. В Центральном Перу и Южном. Северная Чили, Аргентина. Ну, и вот здесь вот выходит в Тихий океан. Вот и вся основная активность за прошедшие сутки. Ну, и закончим мы давайте о Севицарской базе данных. А здесь сегодня утром мы видим рой землетрясений в районе Курмайора. Опять, это же зона Монблана. Вот такие вот новости на сегодня. А с вами был Алекс, канал Береглабжи. Отличного прожения.